Отложить в сторону все, что мешает борьбе с терроризмом и превратить политические лозунги в практические дела. Такие заявления звучат на совещании министров иностранных дел в страну БСЕ в Белграде. Участники, среди них и глава российского МИДа, готовятся подписать декларацию о противодействии общемировому врагу. Там же, в сербской столице, Сергей Лавров провел переговоры, которым было приковано особое внимание с коллегой из Турции. Об этой встрече очень просила Анкара. Роман Кудрин с подробностями. Следя за чередой двусторонних встреч, которые провел Сергей Лавров на полях совещания министров иностранных дел в БСЕ, журналисты по понятным причинам больше всего ждали его встречи с главой турецкой дипломатии. Первой после трагедии с российским бомбардировщиком в Сирии. Однако, как рассказал сам Лавров, ничего нового от своего коллеги он так и не услышал. Только повторение уже озвученных позиций. Турецкий министр лишь принес официальные соболезнования в связи с гибелью российского пилота. Но никаких извинений так и не прозвучало. Мы рассматриваем турецкий народ как нашего друга. И мы не смешиваем турецкий народ и тех, кто отдал этот преступный приказ. О том, как повлияет эта акция турецкого руководства на наши отношения, мы уже объявили. Есть решение президента, есть решение, которое в исполнении его указа правительство приняло. Так что все это известно. Мы хотим всячески избегать каких-либо шагов, которые нанесут ущерб отношениям между людьми. Несмотря на доказательства вовлеченности Анкары в торговлю нефтью с террористами, запрещенной во многих странах, в том числе и России, группировки «Исламское государство», их на этой неделе предоставили журналистам и зарубежным военным атташе в российском генштабе, президент Эрдоган, вопреки своим громким обещаниям, в отставку не собирается. Более того, в своем заявлении он обвинил в том же самом Россию. Сергей Лавров, комментируя это, напомнил известную пословицу «Навари и шапка горит». Я этого заявления не слышал, но странно, что-то оно последовало через много-много дней, после того, как тема нелегальной торговли нефтью уже попала в медийное пространство. Когда мы предъявили конкретные факты, не знаю, только можно пословицу про шапку вспомнить, больше ничего на ум не приходит. Неудивительно, что Анкара отказалась перекрыть участок турецко-сирийской границы, через который боевики получают подкрепление и переправляют нефть. Что происходит в этой зоне, пишет австрийское издание «Депресса». Под контролем боевиков находится участок сирийско-турецкой границы почти в 100 километров между горами Килис и Ерабулуз, через которые осуществляется контрабанда, продажа нефти, переброска оружия, поставка денег, антиквариата и продуктов питания. Через подконтрольные ИГИЛ территории почти беспрепятственно просачиваются сторонники джихадистов как в Турцию, так и обратно. О тесных связях Анкары с террористами из исламского государства говорят и в Германии. На митинге в Берлине представители левых партий в Бундестаге заявили, что боевиков необходимо в первую очередь лишить финансовой поддержки со стороны Турции, Саудовской Аравии и Катара. Всё идёт к тому, что турецкий лидер Эрдоган выходит сухим из воды, несмотря на все эти скандалы, несмотря на то, что он защищает ИГИЛ, несмотря на сбитый российский самолёт. Тем не менее, правительство Германии с ним в прекрасных отношениях. Видимо, это из-за того, что ему покровительствуют США. Кстати, сегодня в немецком парламенте состоится окончательное голосование по вопросу об участии армии в антитеррористической операции в Сирии. Судя по прогнозам, большинство депутатов будут за, и Германия присоединится к коалиции. Напомню, накануне аналогичное решение приняла Великобритания. Что касается Великобритании, мы, конечно, исходим из того, что такая коалиция должна опираться на прочные основы международного права. Это означает либо решение Совета безопасности ООН, либо согласие правительства, на территории которого происходят операции по борьбе с терроризмом. И если иностранные государства хочут в этом поучаствовать, конечно, нужно иметь такое согласие. Главной задачей, как еще раз подчеркнул Лавров, на данный момент остается закрытие турецко-сирийской границы. С этим согласны и в Вашингтоне. Чтобы решить проблему, считает глава российского МИД, нужно преодолеть все имеющиеся разногласия и действовать сообща. Роман Кудрин, Андрей Кириллов, Первый канал.